Знать больше, что знаете для души своей из Евангелия, о Христе? Не хотите знать? Мне кажется, я знаю достаточно. Да? А как вы тогда скажете, вот у пророка Амоса написано 8 глава 11 стих. Придет время, Господь говорит, дам жажду. Не жажду пить воды хлеба, а жажду слышания Слова Господне. И юноши, и девушки будут истоевать, и будут ходить от моря до моря искать, и не найдут. Вот. Ваших знаний не хватит на один день даже. Вы Библию... Ну да, относительно вас, да. А вы Библию прочитали всю? Нет. Ну вот, а говорите знания. А как может говорить человек о знании, если даже не прочитал Библию? Чтобы сказать, что он знает, ее надо знать почти наизусть. Чтобы правильно поступать. Знать, для чего жизнь дана. Так, кто ее дал, кто сотворил человека. Мы возвещаем о самой радостной вести. Вот, если человек получил пожизненный срок, и его не выпускают. А потом бы пришла амнистия от президента. И дверь распахнули, и сказали, ну, теперь ты иди домой, ислам. Проповедуй там свой. Ну, взят шахид там где-то. А он говорит, а я в это не верю. Все вышли, а один остался. Кто виноват? Не верь, и он остался. Ему говорят, дверь открыта. Смотри, свобода. Христос даровал нам свободу. Какой бы ты ни был человек, дверь к покаянию открыта. Покайся и веруй в Евангелие. Это написано все здесь в Библии. Четыре евангелиста показали нам, как жил наш спаситель Христос. А апостолы написали, как они проповедовали, ходили. От края до края наполнили мир. Христианскую веру нельзя ни с какой сравнивать. Везде разрешается убивать, идти там, что там. А в христианстве нет. Люби врагов. Такого нет. Качество ни в природе, ни у зверей, нигде. Вы нигде не услышите, чтобы христиане кого-то взрывали, где-то что-то голову резали. Нигде нет. Во всем эфире. Во всем интернете. Ну как, христиане же убивают, нет? Нет, не убивают. Это уже не христиане. А как, написано? А, это не христиане, все понятно. Там написано, любите врагов ваших. Верующий не может это делать. Он говорит, враг голоден, накорми его, напой его. И делая так, соберешь ему горячие угли на голову. Ну, может, тогда верующих очень мало людей. Понятно. У нас не так много времени. Вы запишите наш большой ресурс, и вы зайдете без нас. Называется «Открытым оком YouTube». «Открытым оком во свете Библии». Запишите. Давайте. Это вам на всю жизнь хватит. Там 13 тысяч роликов. Это наши. «Открытым оком во свете Библии». Что, открывается? Есть комната. Да, есть. Есть. Ну, а там написано внизу «Игнатий Лапкин». Если вы это зарядите, то можете открыть сайт. Там 50 книг аудио нами начитана. Библия, Жития святых, Архипелаг, ГУЛАГ. Вам это, молодому, все надо знать. Есть форум, там 1600 тем открыты. Под этим фамилием вы зайдете в «Мейл.ру», «Мой мир». Там 22 тысячи фотографий. У нас... Вон, вам видно, как голуби летают? А? Вам видно, как голуби летают? Вон, сбоку. Как сидит, только вижу. А, ну, сидит там он. Есть такая статья большая. Говорит, у злого человека голуби не водятся. Они умрут. Это единственная птица, которая от хозяина получает жизнь. Так вот, Дух Святой сошел в виде голубя при крещении. И указал оттуда Дух Святой, что Христос – это Сын Божий. Вот человек родился... Долго вы этим занимаетесь? Долго вы так сидите? Я 56 лет несу Слово Божие. После армии. Уверовал. А там что-то случилось, то, что вы уверовали? Вот так вы понимаете. У меня как раз не случилось. Передо мной вся жизнь была открыта. Я работаю на корабле. Учусь в высшем мореходном училище. За плечами знания языков. Передо мной все открыто. А в душе покоя нет. А для чего я живу? Для чего? И когда Евангелие мне в руки дали, уже через пять минут я был другой. На себя, который склонился молиться, и который встал, это два разных человека. И в этот же день, вернувшись на корабль, я сказал, мы живем неправильно. Жить надо по заповням Иисуса Христа. И за гробом там рай и ад есть. Неверующие в ад попадут, гореть будут вечно, бесконечно. А верующие попадут в рай, будут со Христом. А что, если ты не веришь вообще в это? Ну, если ты не веришь, ничего написано. Неверующий представляет Бога лживым. Не просто я не верю. Он верит, говорит, Бога нет. 17-й, 52-й. Псалом говорят, и сказал безумец. 13-й, 52-й. И сказал безумец сердца своему, нет Бога, безумец. А дальше причина. Они развратились. Совершили гнусные дела. Нет делающего добро, нет ни одного. А евангелист пишет. Делающий доброе дело, идет к свету. Дабы явно дела были его. А делающий зло и не идет к свету. Он неверующий. Чтобы не обличились дела его. Вот мы сейчас заходим в эту систему-то здесь. И видим полуголые мужчины, женщины. В темноте. Голова поднята, чтобы его не видели. То есть одна фальшь. Вот они нашли такой ресурс. Ну, если вы на меня выйдете в скайпе, когда вам понравится, можете в скайпе меня найти. А у них этого нету. У них ничего нету. У них наслаждение на один день. А дальше пропасть, яма. А верующий все делает для будущего. Делает милостыню. Творит, постится, молится. Молится, проповедует, чтобы другие люди спаслись. Мне пришлось очень трудный путь пройти. За слово Божие. Там шесть тюрем пройти, пять тюрем. Мы в лагерь. А потом вернусь работать с заключенными. Восемнадцать лет. И заключенные знают, я каторжник. Но я обратился. Я им даю Евангелие приношу. И они встречают. Говорю там проповеди. Принес динамики в каждую камеру. Три тысячи семьсот человек. И из них некоторые до суда еще вышли на свободу. Потому что они приняли Христа. Уверовали. Я с ними отдельно занимаюсь. А да, можно вам вопрос? Да. Я очень плохо разбираюсь в этой всей тематике. Но вот как вы считаете насчет церкви? Вот это нынешняя церковь России. Это что? Православная церковь. Вы думаете, видя только что священник где-то там на дорогой машине. Нам это не надо смотреть. У нас есть священник, рукоположен. Это действительное. Ему дано право отпускать грехи. Ходить к нему на исповедь. А церковь думать что? Плачевное состояние. Плачевное. Потому что учить не тому. Видим преподаватели там и бритые, и в галстуках. Живут одним днем. А верующие, как апостол Павел. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Жизнь это Христос. А для них жизнь на этой... На табаке, да на водке наживались. Но и здесь есть бриллианты, которые действительно сияют чистотой и в монашествующих, и в мирянах. Надо правду говорить. А не так. Церковь это хорошо. У императора тоже жена была изменится. Нешняя церковь это нехорошо. Но люди как понимают. Вот пришел, и тут ему с распахнутыми объятиями. В церкви ничего торговать не должны. А в каждой церкви торгуют. Христос выгнал торгашей, плетью порол их оттуда. Вот простое. За все берут деньги, за таинство. Крестить не хотят только одной ладошкой по лбу. А надо полное погружение три раза в воду. Сначала, чтобы человек уверовал. Мы это открыто говорим с тем, чтобы это устранить. Некоторые это делают, прислушиваются. Есть очень хорошие священники. Архиерея верующая. Мы вот в Барнауле находимся. У нас Бог дал такого архиерея. Он как родной отец для нас. Архиерея это епископ. Ну, епископ это просто епископ. Это генерал-майор. Архиепископ это генерал-лейтенант. Метрополит это как генерал-полковник. А патриарх как маршал. То есть, когда они на приеме бывают у царя, вот в таком архиере они садятся. А перед Богом важно не звание, а сердце. Любящее Бога, любящее ближнего. Ближнего, как самого себя люби. А Богом всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. С Богом торговать себя не надо. Он отдал Сына Иисуса Христа за нас. Он умер за наши грехи. Я виновный, а Господь говорит, ты поверь в меня, что я умираю за тебя. И мой грех на него лег. Он меня искупил. И я себе уже не принадлежу. 56 лет я пою Богу Аллилуйя. Бог такие таланты открывает в людях. Вот у нас недавно, ну, дня, может, 4 назад, 5, умер близкий человек. Он в 30 лет повредил его сильно, ударился головой, там, одно. И у него 7 позвонков разлетелись, и столб был перерезан нервом. И он 17 лет езжал на вытяжку, и вот так, он ничем недвижимый. А один плечевой сустав только. И он так и в компьютере работал. Вы посмотрели бы, какие у него ролики стоят. Он иконы писал. Один из первых и лучших во всем мире среди таких парализованных. Козлов Сергей. Я сейчас каждый день выставляю ролики. Мы очень близки были с ним. Нашу переписку сейчас оформляю. Сегодня первый ролик поставили. Вы зайдите на наш YouTube, и там увидите. Это у вас 30 тысяч подписчиков, да? Это ваш канал? Да, почти 30 тысяч. Там 30 миллионов посетителей просмотров. Видите? 29 там миллионов. Вверху, вверху. Нет, там 90 тысяч, я что-то только могу найти. Нет, это как написано? Написано, а какая картинка? Ну, в церкви стоят. Ну, правильно. Открытым оком. А как же вы не видите? Там надо видеть. Ну, в самом верху посмотрите, по ДГ церкви, там пониже. И там написано, подписчиков 29 тысяч. Просмотров 29 миллионов. Ну, все хорошо. Я сейчас посвящу этому несколько минут или несколько часов. И просмотрю видео. Ладно, тогда так. Я вам дал адрес. И вы по адресу найдете нас, когда захотите. А потом, если будете по скайпу заходить, никаких аватаров и ников. Чтобы вот такой, какой сидишь. Слышь, тебе Бог дал и красоты. Ну, нормально. Куришь, пьешь? Нет. Не куришь? Умница. Лев Толстой однажды вышел. Это он сам пишет в записках. И юноша молодой такой. Стоит русоволосый, здоровый. Видно, что деревенский, крепкий такой. И он поговорил с ним и говорит. Ты меня прости, говорит. Я тебя спрошу. А ты... Он говорит, я в армию иду. Меня призывает. Он и говорит, а ты женщину знал? Он говорит, я не женатый. Ну, не женатый, это блудят. Ты с женщиной-то спал? Он говорит, нет. Лев Толстой сам был такой бабник. А теперь-то понял, что это смерть. И он, говорит, я стал старый. И, говорит, уже прослезился. И говорю, какой же ты молодец. Эти люди почти всегда остаются живыми. У тебя настоящая семья будет. Если ты женщину знал, ты будешь блудником везде. И жене изменять ей везде. Один из самых страшных грехов – это блуд. Бойся женщины, как огня. Пока не повенчаешься. Она тебя затянет в эту, говорит, космическую дыру. Тебе не вылезти оттуда. Береги себя. Написано, хорошо человеку не касаться женщины. А понравится какая, чтобы верующая была, уверовали. Заходите на наш Ютуб. Мы будем занятия вести. Вот. Если бы вы были здесь сейчас скинуть, то у нас занятия идут три раза в неделю. И вы могли бы присоединиться. Вы по скайпу у меня найдите. Лапкин Игнатий. Ну, хорошо. Я сейчас говорю. Да, я вам данные скину. И вы тогда войдете. Сегодня у нас занятия будут как раз. А то бесплатно все. И там я на ваши вопросы могу отвечать тогда. А здесь просто времени нет. Вас как звать-то? Дмитрий. Дмитрий? У меня дед был Дмитрий. Ну, у нас деревья зовут таких мальчиков Митя. Митя. С Богом. С Богом. До свидания. До свидания. Пошли дальше. Ходили в мечети? Не надо меня сделать. У меня только Аллах это сделал. Никто и не говорит, что... Только услышать-то можно хотя бы один раз. А вы Коран считали? Коран считали, нет? Коран. Я хочу вас разочаровать. Бог не существует на самом деле. Как определяете? Человек для чего на земле живет? Ну, думаю, что поставить после себя какой-нибудь след. Ну да. Дерево. Сына родить и дом построить, да? Нет, нет. Я думаю, какой-то более весомый вклад надо. Так вот, говорится. Жизнь дана для того, чтобы узнать Бога и прославить Христа, который умер за наши грехи. То есть спасти жизнь свою, но не душу, как Виктор Гюго говорит. Душу бессмертную. Я думаю, я не согласен с вами. Я по большей части атеист. Ну да что же. Атеист это что означает? Вера в неверие. Больше ничего нет. Ну, я думаю, что надо все-таки прогресс какой-то. Так вот, прогресс-то вперед. А как раз получилось, что людоедство одно на земле. Правители получают депутаты 500 тысяч, а прожиточный минимум 15 тысяч, а человек получает пенсию 10 тысяч. По-моему, род там совсем на 90-300, по-моему. Подняли его на 160 рублей. Не в этом дело. Дело в том, что никакой правды-то нет на земле. Ему миллион ненасытно. Почему надо всех блудец прокормить? Все гаремы содержать? Ну, я с вами тоже согласен. Ну, вы же знаете, что раньше была такая инквизиция. Вы же в курсе, что всех ученых сожгли на костре. Ведьмы, блин. То, что не могли объяснить, все. Ну, а сколько ученых сожгли? Вы можете назвать сколько? Джордана Бруно? Ну, я не знаю. Один, один. А советская власть срезала целые пласты дворянства, офицерства, ученых. Подряд все уничтожало. Сто миллионов голов отлетело, как Достоевский предсказал. А почему? А вот Фомиевская ночь тогда, когда начали там всех косить. Вот мы когда считаем, братья Карамазова, Достоевского, там прямо говорят, если Бога нет, все позволено. И когда Солженицыну Нобелевскую премию вручали, я, говорит, в детстве слышал. А чего эти беды у нас тут? Наркомания, воровство, взятое, коррупция. Люди забыли Бога, отсюда все. Это зияющая бездна. Я не знаю. Вы же знаете, что у нас вообще... Что у нас даже... У нас, по-моему... Ну, там очень сложно все. Я в этом не хочу разбираться. Но, по-моему, у нас решили как бы наш православие. У нас же нет... О, какая книга у вас. Это что? И сколько лет ты? Сколько лет? Ну, 20 лет, да. Это Святая Библия. А какого года? Ну, я могу даже показать, какого года-то. Сколько там тираж было, нет? Ну, это уже тут, я не знаю, это... 2012 года. Ну, совсем свеженькая. Она пере... Это... Переиздалась. Репринтное издание. Угу, угу. Ну, вам тогда всего хорошего. Так, вы можете на наш ресурс зайти, мы уйдем. Очень богатый YouTube. Запишите открытым оком во сети Библии. Там ответы на 4 тысячи вопросов я даю в университетах. Угу, угу. Открытым оком во сети Библии. Угу, угу. Зарядите себе. И такой же сайт называется, и такой же форум. Ну, это ваши, ваши ресурсы. Это мои, мои. Игнатий Лапкин. Это город Барнаул. 13 тысяч роликов наших. Мы с нуля строим православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни воровать. Ну, я тоже, кстати, против этого, видите, только чай. А без бога не нужно. Мне бог дал возможность образовать детский лагерь. Вы молодцы, на самом деле. Если вы во благо все это делаете. 45 лет. Что нельзя сказать о нашем сейчас? Кто у нас сейчас там? Патриарх Кирилл? Бундяев? Вы думаете, он что-то во благо делает? Ну, я все-то не знаю, как судить. Мне не дано судить. Написано, не судите. Я как могу судить, я сам грешник. Я скупен кровью. Всех этих грехов потрясших нет. Но перед богом-то мы все равно грешники. Он у нас... Нет, я не особо верю в это. Ладно, вы простите, конечно. Я не хочу оскорбить чувство верующих. Нет, нет, приходите, приходите. Там можете по скайпу выйти на нас. Меня, блин, посадят и... Да, у нас занятия идут, если желаете. Прямо по скайпу идут. С Богом. Нет, спасибо большое, конечно. Храни Господь вас. С людьми о том, для чего человек живет. Что ждет его за гробом. Мы православные, говорим о Христе. У нас святая Библия. Ну, видимо, тут третий день, наверное, четвертый. Вот это рулетки-то. Почему тут одни мусульмане? 95% мусульман. И все раздетые. Что тут, я не пойму. Пришли на медицинский осмотр или что? Медицинский. Да того интересно. Сейчас, сядем. Вот так. Мы желаем людям принести пользу. Рассказать, для чего человек живет. Как умер за грехи наш Спаситель Христос. Ожидается его пришествие второе, как он говорил. Верующие будут в раю, а грешники в аду. Нам представляется выбор. Как американцы пишут. Make your choice. Вот что сделать и выбор. Такой он и будет. Христа уверовавший. Он получает прощение грехов и благословения. И силу бороться с грехами. А можно я свое мнение скажу? Да. В связи с нашим положением в России, именно в России, я перестал верить в Бога. Что мне делать? Неправильно, потому что путь избрали в России. А когда лучше было? А было какое во время гонения Диоклетиана, Декия. Это же Ликиния. Христиан 475 тысяч казнили только. Самыми лютыми муками. Вот Варвара, великомученица, Екатерина. И люди верили. Вы в Библию считали? Нет. А вот где живете-то? В Москве. Ну, в Москве. А мы живем в Барнауле. Вот смотрите, вот эта книга называется «Библия». Поближе, поближе. Да. Вот. И вы ее можете купить. Отлично. И в Библии говорится, в Евангелии, как на землю приходил Христос, спаситель мира. Я знаю, я знаю. Я просто саму книгу не читал. Да я просто хочу сказать, что надо жить во Христе, если покаялся человек. Не просто я знаю и живу, как хочу. Надо, Господь говорит, в точности исполнить, что Он сказал. Хотя как это так, любить врагов? Враг не сдается, его уничтожают. Максим Горький. А Господь говорит, враг голоден, накорми его. Вот мы знаем. А поэтому, как пушечное мясо, толкают молодежь. А они идут, куда пошли? Чего нашли? Гроб. Под номером 200. Тюльпаны эти летят оттуда. 14 700 положили в Афганистане. И 70 тысяч искалеченных. А почему? В Бога не верили. Ну, я за мир во всем мире. Именно так. Господь говорит, входя в дом, скажите, мир, дом и сему. Если дом достоин, мир придет. А не достоин, говорит, он возвратится к вам. Смотрите, я в Бога не верю, но я не отрицаю, что, возможно, какая-нибудь сущность существует. Нет. Я же иду, смотрите, послушайте. Я же все равно говорю за мир во всем мире. Ну, правильно, его не будет мира. Нет мира и счастливого, Господь говорит. Но они, как взволновенное море, пенятся, выбрасывают и грязь. Политики обманывают друг друга. У меня есть вера. Но у меня вера в доброе будущее. А нет, это не может быть. Без веры в Бога этого не может быть. Ну, я верю. А что от этого? Сталин родился. Я не спорю, что вера в Бога, это очень нужная вещь. Единственное, кто сопротивлялся злу, это верующие. Гитлер пришел к власти. Такое добро из разрухи в страну поднял. А потом сатана в образе человека. Поднял руку на народ Божий на евреев. И что с ним было? Так я не говорю, что он хороший. Ну, я просто говорю, что если верить не будешь, а верующий, он перетерпит все. Он молится. Так не только же в вере заключается это. Я же тоже, смотрите, я никому зла не желаю. Но при этом в Бога я не верю. Но как вы можете желать? Это же тогда не сходится, получается? Не сходится. Нет добра. Господь говорит, без меня не можешь делать ничего. Во мне добра нет, вы говорите. Если есть добро, оно от Бога. Господь говорит, что есть Бог всякого добра. И вы даже не знаете, он влияет. Во мне добро от родителей, которые они в меня заложили. Родители не знали, что родится мальчик или девочка. Как глаза будут, как органы работают. Это Бог создал нас через родителей. Это биология. Так биологию-то кто создал? Кто дал разум? То биология – мертвый предмет. А кто дал? Как у нас работает мозг? Я к тому говорю, что совесть – это всё Бог дал. Это нам дано, потому что мы – высокоразвитый организм. Который… Нет, не так? Не так. Это самый неразвитый организм. И в природе такого нет, чтобы бык на быке женился. А люди что делают? Гомосексуалисты. Содомиты. Пьют. Не в природе нет, чтобы медведь или корова пили водку. Или курили, чтобы дым шёл с головы. Я против того, чтобы были гомосексуалисты. Я против того, чтобы люди пили. Знаете, это… Запилися. Ежегодно умирает у россиянных почти миллион. Ну, так я же не говорю, что… Я же говорю наоборот. Я тоже против. А не поможет это. Господь говорит, делающий грех, есть раб греха. Если сын освободит, свободны будете. Ещё разок. Если сын Божий освободит, вы свободны будете. Без меня не можете делать ничего, Господь говорит. Замыслы есть, но они рушатся. Вы составляете хорошие замыслы, но они рушатся. А я желал добра. А смотрите, в ГУЛАГ пошло. То самые добрые люди пошли. И коммунисты, и все пошли туда. Сто миллионов голов отрубили. Ну, тогда, потому что злые люди были во голове. Так давно ли это было-то? Оно рядом всё. Советская-то власть. С 91-го года только. Они никуда не делись. Эти люди, злодеи, живут здесь же. Да, я не спорю. Вы хотите быть добрым? Я просто не могу провести параллель между тем, что человек должен верить в Бога и творить добро. Если он не верит в Бога, то он не творит добро. Он творит добро. Но это добро написано. Всякое доброе даяние от Отца свыше. Вы даже не знаете. Бог касается совести. Он говорит, а я не верю. Я много в жизни жил, видел. Он не верит. Но у него есть добро, и у него тяга к Богу. Делающий добро идёт к свету. Но вы всё сводите к тому, что любые действия человека, они под покровом Бога. И всегда нужны люди в Бог тянутся. Вот я никогда не тянулся к нему. Понимаете, у каждого своя точка зрения. Да это не точка. Это не точка. Это кочка, на которой человек сидит. Если это точка, то она должна разрастись, всё пространство занять. Я вот сейчас, допустим, 23 дня назад похоронили человека. Он в 30 лет, он получил удар, нырнул. И 7 позвонков разлетелись. Ему перерезало столб. И он 17 лет лежал скрюченный. И он в историю вошёл. Вот вы на наш... Зайдите на Ютубе канал, запишите, как называется. Открытым оком во свете Библии. Вам не помешает. Там 13 тысяч роликов у нас. Открытым оком во свете Библии. Да, хорошо. И вот когда зайдёте, таким же названием зарядите сайт. Наш сайт. Огромный сайт. Ему равных в интернете нету. Там 50 книг, но это иконосчитанное голосом. Там фильмы о нас снятые, занявшие первое место на международных киноконкурсах. Вы просто будете потрясены, что Бог делает. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. Я решил подарить Библиотеке мира. От Владивостока до Лиссабона проехали. С Скандинамию, Прибалтику. И везде дарили. И мы встречались с разными национальностями. Везде выступали. И скажем так, без Бога ничего нет. Одна же жижа. Так в итоге-то мы пришли. Вы знаете, какой я вовы-то сделал? То, что вообще человек по жизни должен идти с такой мыслью, что он всё должен подавать критике. И если он дискутирует с кем-то, то он должен принимать так позицию человека, так и свою. Если ему что-то не нравится, ну с каждым разом, когда человек по жизни идёт, он должен менять свою точку зрения. Вот я вижу, что вы не готовы менять. Ну, потому что вы уже много живёте, и у вас такая точка зрения сложилась. Мне, честно, неприятно общаться с вами, потому что вы уже как со своим устоем идёте, так и идёте. Вы не готовы принимать то, что я вам говорю. Хорошо. Я вам скажу, скажите. Не подождите секундочку, я договорю. Так уже говорит, ну, очень много людей. Я поясню сейчас. Я не отрицаю, что, возможно, Бог есть, понимаете, но я не готов полностью в это верить. И я говорю, что я готов творить добро и без веры в Бога. Ну, сейчас я спрошу вас, скажите. Вот, допустим, врач, профессор, такой, который там филатов в глаза лечит, и шарлатан, который берёт нож грязный, говорит, я тоже могу вырезать. Ну, как он, врач этот, может согласиться с тем, когда злодей, он пытается делать операцию поганым ножом, и врач настоящий не согласится, он скажет, это преступник. И настаивать, что атеизм безбожий – это хорошо, когда в мире никогда по-другому не было. Сегодня в мире насчитывается, примерно, 9% безбожников. А зло 99% падает на них. Вопрос. Я не уловил вашу мысль про то, что плохой врач и хороший врач. И к чему вы это сказали? Я к тому сказал, что если опыт есть, и мы видим, что без веры, без Христа ничего нет доброго, то как я могу согласиться с тем, что человек говорит, а я знаю, я и без Бога буду хорошей. Это не получится. Вы, если так хорошо знаете, всегда ли, я просто, может быть, не знаю, всегда ли в истории, а именно, ну, по истории, именно то, что связано с религией, всё было хорошо, и, ну, религиозные люди творили только добро? Это не так. Везде есть недоброе. Но мы говорим даже в процентном отношении, и ради чего он делал. Ну, допустим, я добрый, я всё пожертвовал, видел ничего. Зачем? Я умираю, и нигде ничего нету. Ян Златоуст говорит так, это самый великий проповедник в 5 веке, он говорил так, у верующих три причины быть добрым. Первое. За добрые дела Бог обещает награду рай. Второе. За злые дела Бог карает адом. Ад, огонь тебя ждёт. И он боится делать. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. Бог помогает незримо. И, несмотря на это, среди верующих бывают негодные, подлые люди. Бывают наглецы там такие, убийцы. Бывают. Ну, говорит, несмотря на это, они такие. Но если у неверующих ничего этого нету, что плохие верующие, я, говорит, сам знаю, а что неверующие без Бога и всю жизнь проживёт и будет добро делать, этого сказать я не могу. Вот весь этот вот. Я вот к тому, что вы говорите, что высшая награда, ну, рай. Возможно, в прошлом это так и было. Сейчас, секунду, я звук здесь уменьшу. Так, сейчас, секунду. Вы слышите. Вот, я хочу сказать о том, что сейчас в будущем награда рай уже не будет, ну, только для истинно религиозных людей будет, ну, типа высшая. Сейчас новое поколение приходит, и так как у нас все, так скажем, науки очень быстро развиваются, в будущем ни один человек, скорее всего, уже умирать не будет. И даже если тебя убьют, ты, может, просто будешь, ну, скорее всего, убираешь, там, лет, может быть, сто, люди будут просто перезаписывать свои, ну, то, что у них находится в голове, и просто в новое дело. Вот я понимаю, что вы, скорее всего, это не поддерживаете. Но к тому, что высшей наградой будет рай, уже никого не будет интересовать, потому что никто не будет умирать. Так, вам сколько лет? Восемнадцать. Восемнадцать. Вы стоите прямо на пороге. Вот. Смерти? Нет. Выбор. Выбор, да. Капом. А вот теперь лево и право. Господь говорит, я предложил жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Зачем вам умирать? Изберите жизнь. Это Библия говорит нам об этом. Так. И вот отрицать Бога у гроба Ближнего или под звездным небом может только явный преступник или безумец, Монтейн, философ. Так. А вот заметьте. Выбор женщины любая. Ну да, это так. Армии шагали, говорит. Все, да, так. Где все? Никого. Ты один. У Христа сколько было? Двенадцать учеников. Сегодня сколько? Два миллиарда. Люди, которые на костер сходят и никогда не отрекутся, как гус на костре. Тющев пишет «Гус на костре» стихотворение. Так вот, если ты этого не понял, какая разница между мной и Христом, я жалею, что тебя генералом поставил. Наполеон. И так понятно. И вот я в одном месте нас испытывали. Меня долго мучили. Я тюрьму проходил за слово Божие. У меня все выкручено. В морозилках меня парили. В лагере смерти отбывал. Теперь я реабилитирован. Все. И вот вызывают там профессора специального. Им надо доказать, что я ненормальный. Вон приезжает. Мазур Моисей Ааронович. Ну, понятно, какой национальности Моисей Ааронович. Мы с ним беседуем. Он говорит, а вы какие-нибудь голоса слышите? Я говорю, слышу. А какие? Я говорю, как за дверью матеряться. Ну, это не то. Ему не то. Надо было, будто я хожу где-то, и у меня что-то как из телестелефон-то. Он говорит, а вот я вам задам вопрос. Вы Екатерину Мученику посчитаете? Я говорю, конечно. Как ее мучили. У нее тело отрывали частями, груди отрезали. Она не отреклась. И Зоя Космодемьянская. Чей подвиг выше? Я говорю, Зоя Космодемьянская. Он до того удивился. Он, ну, обычно все верующие. Я говорю, нет. Я не тот человек. Я пришел путем искания. Я исследовал все религии мира. Я в 23 года пришел сознательно. Когда передо мной весь мир открыт был. Я поступаю в высшее мореходное училище. Добиваюсь разрешения 3 курса сдать за 1 год. По-немецки, английски или французски. Понимаете? Я в силе плаваю. И я понимаю, бесцельная жизнь. Она ни с чем кончится. Ни с чем. И я в тоске буквально изнывал. Этого никто не знал. Я душа общества. Там сотни анекдотов. Меня Бог сохранил от женщин. Поэтому у меня трезвый разум сохранялся. Объясните, а почему вы так сказали, что Зоя Космодемьянская выше? Я говорю, будем верить, что она, как пишут нам сегодня, говорит, не так это было. Она поджигала там простых крестьян. Ее схватили. Так вот. Она за гробом ничего не ожидала. Она понимала, молодость закончена. И она умирает, и ничего нету. Понятно? Она шла на подвиг, зная, что впереди, кроме ямы, кроме петли на шее, ничего нету. А Екатерина, она знала. Она сегодня умирает, и она со Христом. А потом Бог воскресит. Все пальчики, грудь, все будет на месте. И это нескончаемая, вечная, нетленная, безболезненная жизнь. Она знала, что все получит. И поэтому этим подвиг принижался. Вот, допустим, Иоанн Затоус говорит. Вот я проповедую. Ну, а тут бывает, а я проповедник, миссионер. У меня преступники каялись, следователь обратился, и КГБ один стал священником. Это Бог делает. Это не я делать так. Но это Бог только так делает. А когда последний Рубикон-то приходит, куда идти-то шагать-то, а около меня их много было, они понимают, что делать. Я говорю, я знаю, что делать. Господи, благослови моих гонителей, не накажи их, прости, они не знают, что худо творят. У меня молитва. А у тебя что? Ничего нет. Я просто с молодежью разговариваю. Вам 18 лет. Мы на корабле плывем. Я говорю, скажи, какая твоя цель жизни? Ну, дом построить, дерево построить, сына родить. Ну, я говорю, ну и сын, и деревья, все сгнивает. Дальше-то что? Дальше нет ничего? Ну да. Но если цель есть, она должна быть достигнута. Вот смотрите, вот идем по краю стола, и сейчас я могу оказаться за бортом. А как раз шторм надвигался. Ну, человек потерян, но его сбило волной огромной. Он цели достигнет. Цель должна быть достигнута в любом положении. Вот я иду, и сейчас метеорит меня ударил. Цель достигнута, несмотря на это. Это только в Боге возможно. Я Богу сегодня молюсь, утром мы всегда стоим в 4.40. Мы медленно совершаем утреннее правило, вечером и днем. Я должен не меньше 7 раз молиться, по 100 поклонов завершая. Каждый день я с Богом живу. И меня не могут они ни с чем взять, ни органы, никак. Я пришел умереть. Пришел умереть, меня пугать не надо. Я этого желаю. Я желаю разрешиться быть со Христом, что несравненно лучше. И безбожники все попятились. Меня судили, когда 12 кандидатов в наук только эксперты были. И они ничего не могли сделать. Какой у вас стержень? Я разумно должен рассуждать. Лучше Божья мудрость, чем самобытная глупость. Быть атеистом. Я представляю на одну секунду. Я безбожник. И мне бы сказали за одну, ну за минуту. Будь безбожником, вот атеистом как. И тебе все, что ты желаешь. Но дальше я умру. Я без Бога пойду в Ат или в Гиену Огненную. Нет, с Богом. Я ничего не хочу, кроме Бога. А вот теперь я. Меня волной сбило. А я-то верил. Я пошел ко Христу. Много у меня стихотворений написано. Четыре тома у меня стихотворений по 800 страниц. И там написано, как наша шхуна с волнами боролась. И как мы обледенело. И он перепрокидывается, наш челн. Я последний куплет так, на песню положенный. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Тогда все на месте. Я тогда не боюсь ни этих аварий. За мной охотились, специально охотились. Я очень неразумно поступаю иногда. Увидел драку на ножах. Я внутрь заскочил и развел их. Я был сильный очень. А потом они меня и жены, и дети благодарили. Я мог погибнуть. Но Бог не допустил. Я неразумно поступал. А почему? Потому что здесь смерть была. Я сказал, Господи, благослови. Я теперь, выходя из тюрьмы, как Солженицын в архипелаге ГУЛАГ говорит, сказал, тюрьма, благословляю тебя. Ты многому меня научила. Мне открылся целый пласт. Вернувшись из тюрьмы, я еще 18 лет работаю бесплатно в тюрьме. Помогаю заключенным стать на путь истинный. Я как следователь работаю. Пятеро идут за убийство. Мне документы их, дела дают. Я с ними работаю. Это исключительный случай. У меня друг был, генерал мой, лейтенант, прокурор края. И мне это разрешалось. И трое до суда вышли на свободу. А так бы всех осудили. Поэтому за каждым моим словом стоит тщательная работа. В свое время я спал по два с половиной часа в сутки. Для того, чтобы заработать и помочь людям. Люди не понимают этого. Нужно брать высшую шкалу. Высшую планку поднимать. На ресталище в стадионе бегут многие. Но один получает награду. Они так. Я верующий. Трентрова. Нет. Я должен издалека слышать, какая беда. Кто нуждается. Прийти на помощь. Вот к нам заезжает один. Мы хотим издавать. Вот сейчас уже работают переводчики. Для уродского народа. Алтайцы. Библию. Мы первые участники. Пенсионеры. Все там маленькие пенсии. Но всегда шестизначная цифра. Услышали, храм сгорел в Белоруссии. Мигом собираем деньги и отправили. С Донбасса плохо. Караван, машин продуктами туда едут. Зачем это? Я не то, что... Вот я сделаю, мне награды. Я об этом даже не думаю. Я знаю, им тяжело. А я с ними вместе переживаю. Вот вы, молодой человек. Ну, не будете сидеть дома. Когда-то выйдете. Ну, плохо солдат, который не мечтает стать генералом. Вы знаете. Так вот. Ты будешь лидером. Лидер должен в семье не подкаблучником быть. Тебя жена сомнет. Она не посмотрит на твою красоту. Она будет изменять, и ты ничего не сделаешь. Значит, быть лидером нужно шесть качеств. Я вам даю тайны. Не все знают. А откуда вы знали? Ну, это американские исследователи. Вот войну было так. Майора застрелили. За ним капитан. А в атаку повел сержант. Почему? Тот оказался не лидер. Он ждал, он шел, а тут нету. Первое качество лидера – воображение. Запишите себе. Это короткие слова. Вам не запомнить это. Воображение. То есть, прежде чем тебе сейчас переезжать в другое место, подумай, сколько у тебя детей, какая жена, если там работа, чем заниматься, как построишься. То есть, воображением ты должен пройти все. Если знакомые, где остановиться? Планирование. Планирование должно быть полное. Второе – знание. Ты должен знать все. И полы настелить, фундамент, и печь сделать. Если ты народом руководишь, ты должен знать, какой план, чем поле в данном месте засевать, в какое время. Третье качество – умение. Одно дело – голова, другое дело – руки. Уметь сделать. Я профессиональный строитель, и не давали работать прорабом-то. Поэтому я работал на самом низу пирамиды социальной. Плотник, печник, стихольщик, кровельщик. Первое воображение, знание, умение, четвертое качество – решительность. Тебя будут удержаны. Ты не устоишь, да тебе как? К Серафиму Саровскому пришли и говорят, почему ты смел, а мы не можем. Он говорит, решимости не хватает. Я перешагнул Рубикон, у Тургенева написано. Она девушка, ну, он так это, мастер русского языка. Она стоит на пороге выбора. Там комната. В комнате не видно никого. Ей говорят, ты сейчас делаешь выбор добра и зла, жизни и смерти, света и тьмы. Но если ты пойдешь к добру, к свету, тебя будут поносить. Родственники от вас отвернутся. Ты будешь в поношении у всех. А другой говорит, пойдешь широким путем, пространным, как все. Ну, как все, зачем тебе? Ну, не верь в Бога, быть хорошей, то другое. И она поняла, это все заканчивается. И она через порог переступила. И вдруг голос заскрежетал аж зубом. Будьте прокляты. А тихий, нежный голос сказал. Святая. Иван Сергеевич Тургенев. Я беру из литературы много, я этим занимался. Вам выбор делать сейчас. Make your choice. И вы сделайте его. Сделайте правильно. Изберите Христа. Ничего, кроме Христа. Притом, вы лучший работник будете. Вам большее доверие будет. Вот я пришел к начальнику. Я начальник детского лагеря, основатель. Единственного лагеря в стране. Православного. Да, я смотрел на ютубе. Да, без помощи государства. Тысячи детей. 45 лет я бил это. А меня власть гнобила, и ничего не могли сделать. Я только требовал сатисфакции, удовлетворения. Откажитесь. Нет, я подавал в суд, и все суды выиграл. Им пришлось опровержение давать, заплатить. Да теперь кем они выросли? Я теперь вот беру, что с нуля строим православную деревню. А одна пока на всю Россию. Да может на весь мир. А как вы решились? Решимость. И одно качество, которое верующие все это принимают. Но пятое качество никак не хотят принять. Беспощадность. А как так? А так? Мы с вами пошли в какое-то дело. Носилки несем. Ой, я домой пойду. И бросил носилки. Исключить. Мы вместе договорились. Мы едем в лес, строим дом. Мы договорились вместе работать на этих рудниках, заработать деньги и помочь дом престарелых отремонтировать и построить. На полпути меня бросили. К таким людям беспощадно. Забираю другого. И последнее качество. Самое трудное. Вот пять качеств можно взять. Пятое. А шестое тебе не взять. А как? Привлекательность. Это такая, что тебя нету там, где ты с кем работаешь. На корабле, на поле. Тебя нет. Ты уехал там. А ты все время в центре событий. Они будут думать. А как бы он поступил? Вот я сидел с одним, а он во главе шел. Когда судят несколько человек, а бывает кто самый главный, он называется Запаровоза. Ну, судили первых секретарей райкомов партии, а он главный рыбак. Сила Мамонтова, Сивер Владимир Митрофанович. И нас, а второй, наш сиделец был, представитель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Нас называли камера 132, камера академиков. И вот мы с ними беседуем. Я говорю, и где ваши товарищи? Ни у одного нету. Всех прижали, а у меня свидетелей сколько. И все показывают, кому я пленки, начитывал пленки, распространял. Там брал интервью репрессированных и прочее. Исследователь допрашивает, вот мы в Мелитополе, там у такого-то отняли пленки. Кто ему давал? Если я, то это увеличит тяжесть, меня давить будут. Я говорю, не знаю. Он говорит, что вы дали. Я говорю, я сотням, тысячам людей давал, я не помню. Делайте так, как они скажут. Это вы им доверяете, я говорю, абсолютно всем. У неверующих этого нет. Я столкнул на другого. Я просто говорю, если бы неверующий был, у меня бы не было ни детского лагеря, ни деревни, ни 38 книг, ни миссионерских поездок, ни работы в интернете. Вот такой вот, когда новые души обращаются везде. Это мне дает веру. Ведь мне 80 лет, не 20, не 60. Учитывая, что я весь измятый и изорванный буквально, еще ни одной таблетки не съел. Почему? Бог. Мой Бог дает мне такую силу. А почему? У меня памяти Бог дал столько, говорит, ни на одного человека хватит. А почему? Я женщин не знал. Блудник скудоумен. Меня Бог сохранил от этого. Я стихотворение написал. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, что мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули шликоса. Змеёй струили щекосы. Занозой в них не вошел. И нечего то ворошить. А то первый куплет. Понял. Вы очень начитный и очень интересный человек, на самом деле. Спасибо огромное, что просветили. Вас как звать-то? Звать как вас? Я хочу спать. Звать как вас? Данил. Даниил? Да. Да благословит вас Господь. Выходите на наши ресурсы, и там по скайпу можете на меня выйти. Хорошо. Самые передовые люди, как Иван Петрович Павлов, другие Достоевские, это были люди верующие. Все верующие. Неверующие люди ничего создать не могут. А зачем ему создавать? Лишь бы хватануть и проглотить. Ну с Богом. А вас как зовут? Как вас зовут? Игнатий Лапкин. Вы зарядите в интернете Игнатий Лапкин. Там море против меня говорят. Но есть и друзья. А почему говорят? Спасибо вам огромное. Интересно было с вами пообщаться. Но я пошел спать уже. С Богом. С Богом. Да благослови вас Господь, Даниил. С Богом. Везде победа. Наш Господь благословляет нас. У нас хорошее отношение с мусульманами везде. Они любят, когда мы молимся. У нас путешествия в дороге. А они работают на дороге. Мы молимся, и они молятся. И когда мы молимся, я знаю, мусульмане на моей стороне все. Они меня в обиду не дадут. Я правильно говорю? Да. Я вас прошу, скажите. У мусульман самое ценное что в их учении? Как? Самое ценное. Двумя руками надо обнять и держать вот так. Что у вас самое ценное? Самое главное уважать. Что говорит? Важак? Уважать. Нет, я скажу. Это все. Намаз. Пятикратный в день молиться. Пять. Пять. А мы молимся семь раз. Поэтому мы очень близкие с вами. У вас в Коране Аиса. Иса это Иисус. Марьям. Это Мария наша. Нам надо быть вместе. Пророк молился. Христос не пророк только, но и истинный Сын Божий и Бог. И поэтому он нас сродняет. Да и Бог здоровья. Да, храни вас Господь. Мы однажды с дороги сбились, и вышли, подошел один человек. И говорит, вы неправильно едете. Надо вот туда и дальше. Ну, я, говорит, проведу. И он нас провез там на дорогу, на трассу-то. Подошел и говорит на меня, а у меня отец, как вы, Аксакал. Меня Ахмад звать. Я мусульманин. Я говорю, какой ты добрый. Да благословит тебя Господь. Он увидел нас, и он нам помог и вывел. Нам есть что вспомнить. У нас врагов из мусульман ни одного не было ни разу. Среди русских тысячи. Я всегда пример ставлю, как женщины одеваются, а у нас отдельная община. Они все в хиджабах, также в платках. Вы на наш... Зайдите, Ютуб называется «Во свете Библии» открытым оком. И там отдельная строка есть. Мусульманство. Я Коран разбираю по сурам, а я там весь разбираю. Сравнение с Библией. Не нападая, ничего. Просто сравнение делай до одной буквы. Открытым оком во свете Библии Игнатия Лапкина. Это я. С Богом. Ищите, пока Господь близко. Да откроет вам всю истину. Мы отошли. До свидания. Пока. Сволом. Слышно. У вас Библия есть дома? Библия. В это слово даже в советское время не исчезало. Библиотека, то есть книга-хранилище. Единственная книга в мире, Мартин Люкер говорит, Библия, одна личность – Христос. Все к этому сходится. И мы говорим о Христе и о Библии. Вы зайдите на наш ресурс. Называется «Открытым оком во свете Библии». Это большой-большой YouTube канал. «Открытым оком во свете Библии». А с него вы выйдете на форум, на сайт. Можете по скайпу к нам выйти. А что-то ушло. Вас даже не видно. Спрятался. Да ну, еще умышленно... Меня не должно быть. Как видно. Ну, всего хорошего. С Богом. О Христе, о спасении. Для чего человек должен жить на земле? Послушаю с удовольствием. Нам тут мало придется. Мы уже уйдем. Вы запишите наш ресурс один. Канал «Открытым оком во свете Библии». Там 13 тысяч наших роликов. А из них вы на нас выйдете по скайпу поговорить. Какие вопросы у вас есть? Задайте. Я большим желанием не говорю, но я бы вот сейчас вас послушал на данный момент. Давайте, говорите. Чего говорить? Я говорю, вас бы послушал. А, ну ну что, мы говорим о том, что на землю сошел Сын Божий, родился. Вот Рождество Иисуса Христа. А когда? Две тысячи лет назад. Две тысячи восемь-девятнадцатый год идет. А тот от Рождества Христова? Иисус? Да, конечно. Летоисчисление идет от Него. Не от Ленина идет. А когда был еще предшественник, который крестил Иисуса Христа? Ян Креститель. Ну а как же тогда? Нет, это мы говорим о летоисчислении. Тогда было другое летоисчисление. Ну так же Иоанн Креститель был же. Да, он родственник был. Он крестил Иисуса. Да, он родственник Христа на шесть месяцев старше. И он тоже предсказан был. А как получается, почему он тогда крестил Иисуса, если Иисус Христос был носителем этой веры? Понимаете, вот это самое Иоанн и сказал ему, мне ли тебя крестить? Я не достойный ремень и обуви развязать. А Господь говорит, оставь. Мы должны совершить всякую правду. Господь оставил пример. А вы кто вероисповедание? Мы православные христиане. Православные. Христиане. Да. Да. И вот Христос оставил Евангелие. Господь создал, говорит, церковь, и врата не одолеют ее. Даже попы будут пьяницы на машинах давить людей, а церковь останется целая. Нам все говорят. Попы не такие. Не такие, я не такой. Мы сами беспородные. Такие у нас, говорит, и собаки. Ну, я в церковь, как бы, вообще не верю особо. Ну, в церковь ты чего веришь? Ты верь во Христа. А в церковь ты найдешь хорошего священника. Хорошие архиереи есть. Не каждому слову верь. Люди по злобе иногда, по навету. Ответите мне, пожалуйста, зачем в церкви попам и служителям Господня такие убранства, золото и все остальное? Для чего? Не для чего. Не надо этого. А зачем вам золотые купола? Все, все ответил. Вы правы. Это соблазн один. Когда народ живет такой бедности, а тут золотят все. А написано, будут золотить храмы, но в те храмы ходить нельзя будет. Кукша сказал. Но ходить надо. Где же ваши храмы? Где же ваши приходы? У нас мы с нуля строим православную деревню. С нуля. На пустыре. Получили статус. У меня брат священник. У нас в церкви... А в какой церкви тогда? Православной. Это город Барнаул. А мы строим деревню в Мамотском районе. 150 километров отсюда. Он православный современный? Конечно, конечно. Православный современный. И у нас... Приверженец того же исповедания, что исповедуют наши попы. Одинаково. Одинаково. Но у нас нет ни золота, ничего. Мы с нуля строим. Как и старовера? Да нет. Не старовера. Просто русская православная церковь. Богу слава. И поэтому у нас ни с тарелкой не ходят. Ни крещение, которое делается в озере, полное погружение делается. Нигде деньги не фигурируют. И вообще нету. А можно задать вопрос вашему соседу? Давай. А что же вы так сидите замкнуты? Он помощник, он режиссирует. Игнатий Игнатий Ильич. В Библии так написано. Когда старший есть, а молодой человек должен едва два слова сказать, а при этом молчать. Ну, вот так вот сидеть замкнуто и закрыто не надо. А я сижу молюсь еще, не забывайте. Вы пропустили славение Бога, когда человек сказал Богу слава. Вы пропустили это. Слава Христу. Недоброе. Он правильно говорит. Он не должен голосом подавать, мешать. Он молится, чтобы у меня было все благополучно. Господь посылал двоих. Но Господь в слове проповеди один. Даже у апостола Павла, даже когда он уходил, с силой. Павел говорил, а сила молчал. Я удаленный собеседник и человек новый. Я задам такой вопрос. В какой момент Иисус Христос, идя со своими учениками, увидел на горе человека, который скатывался с горы и славил Бога? Что он тогда сказал? Такого не было никогда. Поэтому ответа не было. Это из жития святых... А Христос какого рода? Я не отвечал. Я вам отвечаю сейчас. Это из жития святых... Он рода чьей семьи? Сейчас я отвечу на вас вопрос. Первый. Вы зачем перебиваете-то? Написано, глуп, тот, кто дает ответ, не выслушав. Так вот, это... Я закончил свой вопрос. Нет, я отвечаю. Вопрос задавать легко. А отвечать тысячу раз труднее. Я говорю, откуда взято? Вы соединяете два события. Христос шел. А с горы человек... А с горы это житие святого Серапиона. Марка Фрящевского. Два жития таких только есть. А житие это 1173 истории. И еще тогда я вам задам такой вопрос. Иисус Христос и Иса. Правильно, не Иисус Христос, а Иса. Ишуа. 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 Да. Да, это же еврейское имя. Это еврейское имя. Спаситель означает. Не арамейское, еврейское. Так как он из дома Давида. А Давид кто был? Царем еврейским. Конечно. Где распяли Христа? На Голгофе. Около Иерусалима. А где Иерусалим был в то время? А там же где сейчас находится. До одного квадратного метра. Это неправда. Но вы ответ... Иерусалим в то время был. Неподалеку от Константинополя. Но слушайте, я вам скажу. Мы не спорим. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. Евреи бы не били сейчас, что храм построят на место мечети Аяк. Иерусалим будут биться всегда, только когда они получают за это выгоду. Кто? Евреи. Ну и что же им это положено? Ну вот видите, это талмуд еврейский. Это выгода. А все, кто гои, это те нечистые. Это они так говорят. Да, гои на иврите. Гой это скотина или человек, который мечтается евреем? Это говорят человеконенавистники. Апостол Павел еврей. И был апостолом язычников. А вы знаете, в исламе первый пророк кто был? Ну и говорите, кто? Иса. Иисус Христос. Первый пророк на земле. Пророк. И не Сын Божий, а пророк. А через 600 лет они узнали. 600 лет люди умирали за Бога. Оказывается, Бога нет никого. Так проще всего. А почему нет? У них разница. То есть и истинная Библия, и Коран не разница всего лишь в сотню лет. А вы им Коран считали? Конечно. А я его книгу, 18-й том выпустил. Полностью про Коран. Сравнивая каждую суру и аят с Библией. Так они почти сквозны на 90%. Самый главный процент упущен. Христос, спаситель мира, умер за грехи людей. Они, говорят, просто вознесся. И у них там написано, что... Умер и вознесся, это почти одно и то же. Но он распятый был, воскрес. Он воскрес. Потерял физическое тело. Нет, он воскрес. Телом воскрес, он не потерял. Он воскрес и телом вознесся. Вот сколько тут заблуждений. Дальше. У Моисея была сестра Мариам. А Моисей жил за 1600 лет до Девы Марии. А в Коране написано Дева Мария, и там Мариам родные сёстры. Вообще это... Даже говорит мне о чём-то. То есть, на слух что-то... Ну, спор по этому поводу невозможен только из-за того, что мы же не знаем правду. Мы знаем правду. Она правда одна. Мы можем знать правду. На каком соборе была переписана Библия? На первом же съезде. На каком? На первом же соборе Библия была полностью переписана. Не обманывайте. Библия была полностью переписана. На полный... Так, слушайте. Уже съезжили тогда. Почему тогда христианство раскололось на православие и католицизм? Так, вы три вопроса задали. Выслушайте хотя бы. Первый вопрос. Канон Библии установлен не на Первом Вселенском Соборе в 325 году, где было 318 епископов, а апостольское правило 85-е. Все книги Библии переписаны. И написано, ни одна иота, ни одна черта не исчезнет, пока земля и небо существует. Дороже неба и земли. А вы переписаны, такую галиматью несёте. Дальше. Когда Господь утвердил эти книги, они собраны были в Ветхий Завет Ездры. Они были соединены. И теперь уже Гангрис и Собор подтверждают это. Третья книга Ездры единственная, которая не вошла. А она есть у католиков. А разделение произошло в 1054 году, в 11 веке. Из-за чего? Из-за Филиоквы. У нас Дух Святой от Отца исходящего, а католики добавили и от Сына. И православные не согласились. Других причин не было. Вот это истина, вы её услышали один раз. Спорить не надо, потому что вы говорите, зачем вам себя унижать полным незнанием. Я этому учусь 56 лет. И что? Это не говорит то, что вы знаете правду? Правду знаю. Единственная правда. Ничего, кроме правды. Есть такая пословица у музыкантов. Извините, что я вас перебил. Если ты всю жизнь играешь на скрипке, это не значит то, что ты умеешь играть. Ну ладно. Вы зайдите на... Это тоже правда. Так, вас как звать? Меня Семён. Меня Игнатий Лапкин. Так вот, я прошу вас, запишите, где наш канал. Открытым оком во свете Библии. Там 13 700 наших роликов. Так, вы полдрежа... Я предложение не закончил. Про каналы говорят в Ютубе. Канал в Ютубе. Открытым оком во свете Библии. Запишите. Вы можете вот здесь в строке написать, как правильно пишется, чтобы я его нашёл? Открытым оком. Оком. Я здесь цифры сейчас скинул. Просто вот сюда. Открытым оком во свете Библии. Четыре слова запишите. Это наши ресурсы, которым нет равных в мировом интернете. Нету. Открытым оком, да? Открытым оком. И во свете Библии. Четыре слова. А там вы увидите мою фамилию, Игнатий Лапкин. Повторяю, 13 700 наших роликов. Там 29 миллионов посетителей. Нашёл. Нашли. Мы с нуля строим православную деревню, где ни пить, ни курить, ни материться. Одна на всю страну. Вы знаете, сколько трудностей позади? Я начальник детского лагеря, основатель. 45 лет. Без помощи государства. 45 лет тысячи детей подняли. И рубля государство не дало. Когда есть Христос вино, из воды вино делал. Ну и что? Мы в рот не берём. А мы в рот не берём. Потому что грех, а потому что много соблазна. А такой вопрос. У вас иконы есть? Пожалуйста, сколько хочешь. А иконы это разве не идол? Нет, не идол. Вы знаете что? Если бы вы записывали, я вам что скажу. Когда сектанты говорят, не сделай изображение, они берут исход 20 глава, 4 стих. А они забывают, что... Вы за себе идола. Я сейчас не... А икон является изображением, правильно? Да. Икон. Икон греческое. Икон. Это 25 главе говорит, сделай изображение. Дальше. Вы слушайте. Христос зашёл в храм, там торгует. И он написано, выгнал торгашей и сказал, дом мой. Домом молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников. Это сегодня как будто бы он был в храме. Дом мой. А какой дом это был? Ну, Соломон построил. Да Соломон на уходу наносто разрушил. Вторая параллельпемиона, 25 глава. А это новый храм, второй, Зарававелев. Это из Икииля Пророка, 41 глава, 17 стих. И были изображения в храме. Мой бог пришёл с громом и молнией. И пятый... Я точно не помню, не буду утверждать. И вступил на землю там. Он описывает механический аппарат. Технический, технологический. Это... Понимаете... Вы такое слово хорошо знаете. Антропоморфизм. Что означает? Антропоморфизм? Да. Это о человечении. Это... Это что было принято нами. Допустим, астрономы знают, что Земля летит вокруг Солнца. Но они так не говорят. Они говорят, восход, Солнце и заход. Нету восхода и захода. Это бабка любая знает. А Господь сделал так, чтобы нам было понятно. Земля стоит на твёрдых основах. Не на черепахах. И Бог основал на водах. Под нами вода. Повесил Землю ни на чём. То есть она в воздухе летит. И она говорит, восседай над кругом земным. Шар в виде круга. То есть это всё в Библии говорится. За 700 лет до Рождества Христова. А вы путешествовали вообще? Что? Путешествовали. Я путешествовал. Когда я написал книги, 38 томов, я положил на сердце подарить их библиотеке мира. И мы проехали от Барнаула в Владивосток. Потом проехали по всей России до Лиссабона, до Атлантического океана. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику и дальше пошли на север. Я подарил на 35 миллионов... Вы с ними путями путешествовали? А? На корабле путешествовали? Я служил во плоти и работал в морфлоте. Тем более, если вы служили на плоти, как же вы можете утверждать, что Земля не круглая? Я и говорю, что круглая. Я не утверждаю. Вы не поняли меня. Это Бог говорит, сверху восседай над кругом земным. Ну, если... Земля-шар. Вы меня не поняли. Это переводы? Нет, перевод наш точнейший. А вы слышали священника Александра Мене? Нет. Ну, его зарубили. Еврей. Это институт педист. И вот мы с ним беседуем. А он еврей в оригинале берет, считает. И я говорю, отец Александр. И вот перевод делал там Павский, Герасим Петрович, Хвольцин, Данил Аврамович. Вы могли бы так переводить? А он знает. Он от меня даже отшатулся. Да вы что, таких переводчиков нет сейчас. Библия, перевод на русском языке синодальный. 1876 года. Лучший в мире за всю мировую историю. Библию с какого языка переводили? В 1876 году. С какого языка переводили Библию? А с какого языка? Значит, Матфея Арамейская, с греческого сравнивали с латинским, с арабским. Это неправда. Значит, Библия неверна. Библию переводили изначально не с еврита, не с арамейского и не с греческого. А с арабского языка. Да и не было арабов даже с арабского. Ну зачем вы слышите? Если вы историю знаете, помимо этого вы знаете Библию, вы должны знать то, что первая Библия была написана на арамейском и арабском языках. Нет, 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 нет. Они никому ее не давали. Арамейская Библия была утеряна в Африке. Библию, Ветхий Завет, впервые собрал Ездра. Ездра собрал. Ладно, здоровья вам крепкого. Спасибо. И хорошего здравия. Так, приходите в гости. Богу слава. Там можем по скайпу поговорить. Бог в помощи вам. Это навряд ли. Я посмотрю на вашем канале в Ютубе. Посмотрите, вы найдете. Там много плейлистов. Ну, удачи вам. Вы думаете, сколько мне лет? Ну, не знаю. Лет, наверное, 85. Молодец. Благодарю. До свидания.